Нет, я пошел. 30 минут до начала прогона. Исполнителя роли Маяковского, актер Андрея Школдыченко, бьет на лосо. Куда деваться? Режиссер настоял. Что? Вообще как? Ощущения? Свежо. В театре «Луны» большая премьера. Городской мютикл «Маяковский. 125-летию поэта». Меня папа научил любить Маяковского. Давно-давно еще, когда я учился в советской школе, мне папа рассказал, что есть другой Маяковский. Сам Маяковский говорил, у меня с музыкой давние контры. А тут целый мюзикл, в основе которого, конечно, стихи поэта. Причем исполняют их в совершенно разных жанрах. От городского романса до рока. Три месяца писали и провели сценарий. Еще бы, задача очень непростая. Рассказать обо всех важных вехах в жизни поэта. И, конечно, об истории любви с Лилией Брик. «Скучаю, потяги невыслимо». У нас 90% заимствованных мюзиклов у Бродвея, у Лондона. Поэтому и такие франшизы были. А это у нас самостоятельный мюзикл. Но вся подготовка по западным стандартам. Месяц репетиций. И вот она, долгожданная премьера. Сроки более чем сжатые. И никаких скидок. Например, чтобы пошить костюмы и приготовить реквизит для первой сцены, понадобилось тысяча квадратных метров красной материи. Своя история из хореографии. Ломаные руаные движения. Подстать стихам. Эмоционально сложно выполнить. А технически практически невозможно было. Посмотрим, да, посмотрим, как ребята справятся. Сами актеры говорят, в итоге получился авангардный музыкальный спектакль, аналогов которому в театре немного. Ася Титова, Денис Жаров, Первый канал.